Музыка Пришла мне калиточка от компании СТЦ Сейчас мы ее распаковываем И ставим место моего силового бампера Каймар Который я уже снял в прошлый раз Упаковано все очень добротно Выглядит тоже все очень круто Сейчас я это дело разберу И детально прям покажу Куда Распаковал калитку Комплектация максимальная Как говорится Ну собственно говоря Сам кронштейн крепления к раме Калитка непосредственно Которая вставляется в этот кронштейн Крепление Квадрат Оно же для закрывания Калитки Это у нас идет Планка под номер Собственно говоря Положили пацаны даже Пластиковый этот Рамку под номер Что у нас здесь Куча всяких креплений Подшипников Болтиков Гаечек Резиночек Инструкция отдельная Что очень тоже важно Плюс вот этот Газлифт Амортизатор Для того чтобы она Открывалась Закрывалась мягенько Ну и вот эта вот Часть ответная Оставляется сюда На которую непосредственно Уже колесо крепится Сейчас хочу еще Все это дело взвесить Чтобы понимать Вообще какой вес Потому что производитель Сам не точно знает Какой вес Пацаны не сказали мне Не очень интересно Субтитры сделал DimaTorzok Так Сейчас по отдельности Взвешу Все эти детали Потом просто сплюсуем И посмотрим Что из этого выйдет Так Первый кронштейн Крепление колеса 7 Ну 7,5 Здесь 7,4 Показывает 7,5 Фаркоп квадрат Ну пускай В общем 8,800 Так Самая главная Тяжелая хрень Сама калитка Ее неудобнее всего Взвешивать Так Она у нас Вот так 12,800 Ну 12,800 Так Плюс Держатель самого колеса Он легенький Тут 2,5 Даже 2,400 Мелочевка 2,400 Еще Это Газлифт Крепление И Площадка Для рамки Так И коробочка Со всякими Болтиками Подшипники Шайбы Прокладки Ну то есть Вся мелочевка Мелочевка Которая тоже Встанет В комплект Этой калитки Здесь Ну ровно 2,5 Итого Получается По калькулятору 36,4 Ну на самом деле Реально легкая калитка Реально Потому что Моя Каймаровская С бампером Явно весила Больше Я пока не знаю Точный вес Я отправил ее Уже новому владельцу Он когда получит Транспортный Там будет В квитанции Прописан вес И как вы мне скажете Я сюда в видео Здесь внизу Подпишу вес Старой Каймаровской Калитки В комплекте С бампером Но мне нравится Всего 36 кг Процедура Та же самая Снимаем бампер И вот это Ставим Вот сюда Кстати У меня готов Облегченный бак Тоже на днях Поеду ставить Так Здесь снизу На раме Какой-то усилитель Непонятно Какая-то пластинка Ее нужно открутить Потому что С ней Не до конца Встает Вот эта конструкция Кстати Не знаю Зачем она здесь Нужна И от чего Это вообще И мешает Второй бак Чтобы закрепить Вот эту Квадрат Вторую Теответную часть Здесь Длинные болты Вставляются И они Упираются в бак Поэтому сейчас Придется Мужикам Бак открутить И немножко Его приопустить По крайней мере Мы попробуем Это сделать Вот кстати Еще 4 болта На Фаркоп СТЦ Бак мы сняли И как раз Сейчас есть возможность Нормально Закрутить Затянуть Потому что С установленным Баком Они не влазят Вот Так что Имейте ввиду Мужики Если у кого-то Стоит Второй бак По-любому Придется его Снимать Без вариантов Снимать У меня Мой Каймаровский Бампер Ну вот Эта вот Часть Она Сюда Заходила Прям Плотничком То есть Это все-таки Маленько Болтается Да Она Сейчас Зафиксируется Двумя болтами Здесь И И все Получается Только вот Два болта Соответственно За счет этого Она будет держаться Конечно Вот эту Можно было Сделать Чуть Плотнее Так Двумя болтами Стягивается Вот эта Часть Которая Встает В раму И нижняя Рамка То есть Они стягиваются Здесь кстати Вот они Регулировочные шайбы Для чего Собственно Грян И нужны были Что вот эту Проставку Сделать И два Болта Еще Вот в этой Части Вкручиваются В общем В раме Вот в этом Месте Снизу Две закладных Раз Два Как раз В эти места Должна Крепиться Ответная Часть Яна Короче Вот эта Часть Должна Крепиться Вот эта Снизу Но Фишка В том Что эти Закладные В раме Они не Закреплены Они почему-то Болтаются Там А еще В раме Было Две Таких Втулки Я тоже Не понял На кой Черт Они там Нужны Металлические Вот вторая Мы с рамой Достали Одну Закладную Достали Она вон там Сейчас лежит Ее надо Поправить Каким-то Чудом Вторую Закладную Походу Я где-то Потерял В пути Вышла Естественным Образом Через зад Ну конечно Интересная Конструкция Почему Тойота Ее не Приварила Я не Понимаю Вот про Эту Закладную Я говорю Вот она Видите Соорудили Вот такую Закладную На Вот эту Сторону Сейчас Я точно Так же Туда Протолкнем И зафиксируем Вторым Болтом Вот отсюда Первый Болт Правый Уже Закрутили Он уже Стоит Не видно Ну ладно Пашкины Палец Так вот Один есть Косяк Не очень Хороший Который Мне не нравится Вот эту Ответную Часть Куда Вставляется Непосредственно Сама Калитка Шарнир Здесь Видите Здесь Идет Какая-то Пластинка Приваренная И ее Приваривали Уже Со Вставленной Обоймой Подшипника Соответственно Вот в этом Месте Обойма Немножко Нагрелась И В камеру Не видно Но глазом Видно Что Чуть Чуть Она Деформировалась Конечно Это Не так Сильно Критично Здесь Нет Высоких Нагрузок Это Не колесо Но Все равно Это Не очень Правильно Ну и Плюс Чуть Покрасили Эту Обойму Сейчас Видимо Надо Будет Заполировать Чтобы Она Со Времени У меня Не Отвалилась А Внизу То же Самое Внизу Тоже Вот Здесь Хотя Б Нет Обоймы Здесь Все Нормально Здесь Просто Покрасили Есть Да Обойма Да Вот Обойма Да Вот Кстати Край Обоймы Внизу Подогрели Ну В общем Наверное Какой-то Может быть Новый Мастер Не знаю Технологический Процесс Не соблюден Да Вот Российские Сальники Они Такие Не встает Короче Чуть Чуть Прям Вот Больше Видно Краешек Прям На долю Миллиметра Может Он снизу Встает Нет Сверху Как всегда Напильник В помощи И Молоток Побольше А так В принципе Все Подходит Примерили В общем Выглядит Неплохо Все Даже Подошло Где Не Подошло Подрезали Подбили Подпилили Режем Бампер Самое Любимое Теперь Будем Резать Это Тоже Все равно Спиливать Надо Вот Ну И Здесь Увлекся Процессом Еще Еще Забыл Одну Важную Вещь Вам Показать Рассказать Камера Заднего Вида Соответственно У нас Тут Будет Ставить Запаска Тепереча И Так Вот И конечно Же Она Будет Закрывать Обзор Камера Поэтому Камеру Мы Будем Переносить Спойлер Для Этого Снял Обшивку Разобрал Штатную Проводку Косичка Штатная Камера Идет В отдельной Проводки Это Такой Экранированный Специальный Провод Чтобы Не Не Фонил Потому Что Это Видео Интерфейс Мы Его Отсюда Извлекли Вот Видите Да И Сейчас Отдельно Пропустим Наверх На Спойлер Покажу Сейчас Что На Спойлере Сделали Ну Немножко Такое Муторное Конечно Занятие Особенно Это Распускание Кос Но Реально Все Можно Короче С Проводкой Разобрался Я Собрал На Место Все Практически Так Как Было Вот Отдельно Сейчас Проводок У меня Отдельно Провод На Камеру Вот Он Сейчас Мы Его Запустим Туда Наверх Спойлер А Вот Основная Проводка Единственное Если будете Делать Сразу Купите Вот Таких Пистон Потому Что Они Все Одноразовые Потом Есть Такие Широкие Нет В общем Широкие Они Тут Держат Проводку Тоже Купите Эти Пистоны Пускай Лежат Лишними Не Будут Так А Вот И Спойлер Вот Отверстие Под Камеру Вот Второе Отверстие То Сюда Мы Провод Заведем Здесь Будет Стоять Камер Вот Она Камера Встает Сюда Прям Идеально Это Дело Еще На Герметик Мы Посадим И На Обычные Саморезы Благо Спой Спойлер Пластиковый Но Материал Здесь Достаточно Толстый Будет Держаться Хорошо Но Это Конечно Все Загерметизируем Еще Так В общем Собрали Все Это Дело Конструкцию В Спойлер Здесь Поставили Резиночку С той Стороны Резиночку На Кузов И Сейчас Будем Лепить На Место Так Ну Все Спойлер Установили Все Влезло Сейчас Все Будем Собирать Камеру Установили Как будто Она Здесь И Была Посадили На Герметик Не знаю Посмотрим Как Она Здесь Будет Сильно Будет Засираться Не Сильно Есть Предположение Что Здесь Она Будет Очень Грязная Но Посмотрим Если Не Понравится Будем Переносить А Сейчас Схема Уже Отработана Уже Все Понятно Так Вот Это Газов Амортизатор Вич Конечно Хорошая Но Вот Это Ухо Крепление На Сам Деле Приварено Немножко Не Там Ну Как Немножко Два Сантиметра Здесь Оно Закручено Все А Здесь Видите Не Встает Причем Открыто Нам Уже Все До Конца И Теперь Нужно Прям Короче Секс Сейчас Будет В общем В общем Вот Такую Держишь Не Криво Еще Чек Да Если Одному Открутить Уже Все Поедешь Без Него Да Да Можно Сказать Последние Штрихи ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Готово Установили калитку Полностью Собрали Кстати Конструктивно Видите Она Немножко Отличается От Рифа Тем Что Заднее Колесо Под Наклоном Решил Обрезать Заднее Крепление Запаски Ну Непосредственно Сам Кронштейн Вот Примерно Сантиметр Снял Потому Что Даже При Установке Вот ДИНАМИЧНАЯ Сейчас Лучше Лучше Видно Ну И для Камеры Камера Стоит Высоко И Я вам покажу Сейчас Отдельным Кадром То есть Камера Как бы Снимает Общую Картину Но Конкретно Запарковаться С этой Камеры Очень сложно Потому что Не чувствуешь Низ бампера Нижних СЦ Калитка Офигенная Свою задачу Выполняет Мне все нравится Да Есть несколько Нюансов Которых Сейчас расскажу Но В целом Я установил ее В декабре Или в ноябре Даже Сейчас у нас Начинается Май месяц То есть Полгода Практически Я с ней проездил Она у меня была На Ямале Дважды Доехала На ней В Артику На остров Белый Вернулся Обратно Езжу сейчас По городу С калиткой Полный порядок Мне все нравится Но Как я сказал Чуть-чуть облупилась краска Вот в этих местах Вот здесь Краска облупилась Соответственно Не очень хорошо Покрашена Во-вторых Вот здесь Опора Здесь была опора Видите Она сломалась Однажды Я не закрыл Эту калитку Поехал Соответственно С открытой калиткой Вот этот упор Металлический Погнуло Это был на севере На Ямале Ну и потом Его доломало Пока ездил Там туда-сюда Его доломало Ну в целом Я сейчас езжу Вот так без упора Я буквально Недавно вернулся Пока нет времени Упор приварю Но надо для этого Ее снять Отсюда Разобрать Отложить Так это Кстати Вывесить И сделать Новый упор Вот в остальном В остальном Больше никаких Нареканий нету Да Немножко Тут ржавеет Внутренняя часть Тоже не очень хорошо Не очень мне нравится Ну кое-где Вон сколы Появились Небольшие Вот раз Два Ну вот здесь Да Соответственно Порвало Сломало Краска Отводилась Ну вот здесь Кое-где Но это видимо Где-то я стукал Может зацеплял Ручка Немножко Облупилась Вот В остальном По этой калитке У меня вопросов Нету Я в начале Уже говорил Да То есть мне Немножко Не понравилось Не нравится То что Калитка Она высоковата Соответственно У меня сейчас Летнее 33 колесо В заднее Стекло Ну в принципе Более-менее Видно Вот если Садишься в салон Да Смотреть Если в зеркало Ну либо просто Назад Через стекло То С 33 колесом Маленько видно Еще В стекло Если там стоит 35 колесо То В заднее стекло Практически Ничего не видно Колесо большое А в этом году Я планирую Поставить 37 колесо То в заднее стекло Будет вообще Ничего не видно Поэтому Есть такой Достаточно Серьезный минус Пока не знаю Как его решить Поэтому Я производителю Посоветовал уже И еще раз скажу Попробуйте Чуть-чуть пониже Ее опустить Калиточку Я думаю От этого Конструкция Не пострадает Но Будет только Плюс Водителю Ну вот В этом месте Сломался Сломался Упор Открытия Калитки Поэтому Решили Его Вообще Срезать До конца Сейчас Ово Сделают По-человечески Нормально Здесь еще На самом деле Металл был Какой-то Видимо Сырой Потому что Его загнуло Практически Сразу же Потом И отломало В общем Доделали Конструкцию Приварили Здесь еще Такую Опорную Косынку Чтобы усилить Все это Дело Покажу Ну и покрасили Конечно Теперь Чтобы сломать Здесь нужно Приложить Немеренные Усилия Но Надеюсь Не будем Испытывать Настолько Главное Теперь Все открывается Нигде ничего Не мешает Все нормально Ну все Сделали упор То есть Вот теперь Как и должно быть Калиточка Теперь на месте Теперь на такой упор И не страшно Ее отпустить На этом все Калитка огонь Друзья Рекомендую Стоит своих денег Однозначно Ссылочка На производителя Будет внизу Компания ССС Спасибо за партнерство Едем дальше Тестируем Менять не планирую Буду дальше И ездить Калитом Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Редактор субтитров Корректор А.Кулакова